МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Сегодня в выпуске. Дорога раздором. Жители домов по проспекту тракторостроителей против строительства дороги в своем дворе. МВД предупреждает. Чуваши участились в бесконтактной краже денежных средств. Хобби, как искусство. В Чувашском художественном музее открылась новая выставка. Жители семи домов по проспекту тракторостроителей обеспокоены появлением новой дороги в направлении микрорайона Солнечный, что строится в столице республики. Они считают объект инфраструктуры незаконным. Дорога до конца еще не построена, но уже наделала много шума. Жители негодуют. По их мнению, для проезжей части нет места. Дома и так расположены близко друг к другу. Возникает опасение, что детям просто негде будет играть. Да и тесное соседство может привести к беде. Когда выходишь, хоть из дома выходишь, хоть со школы приходишь, шею можно свернуть, потому что машины только так ездят туда-сюда. Поэтому, если тут будет проезжая часть в новый квартал, в микрорайон, тут вообще невозможно будет ни ходить с детьми, ни ездить. Дорога соединит два больших жилых массива. Пока тот, что располагается выше, практически отрезан от цивилизации. В дальнейшем, когда будет построен центральный бульвар, поток автомобилей, проходящих через спорный участок, заметно сократится. План проект находится на стадии согласования и должен быть реализован в 2018 году. Строительство дороги – это необходимый шаг для развития микрорайона и города в целом. Однако жители считают, что близкое соседство с дорогой ничего хорошего не принесет. Более того, видят в этом ущемление своих прав. На данный момент мы собрали подписи, отправили прокуратуру Чувашской республики, прокуратуру Калининского района. Ждем ответа. Будем надеяться, что закон станет на сторону простых жителей. Застройщики микрорайона считают, что если есть дома, значит, должны быть и подъездные пути к ним. А стало быть, без дороги, которая свяжет два жилых массива, не обойтись. Они уверены, что неудобство временное, и как только появится бульвар, проблема потеряет остроту. Это станет их благом. Они будут иметь возможность выхода на этот бульвар. Но этот бульвар мгновенно построен быть не может. Для того, чтобы первые жители микрорайона Солнечное обеспечить возможности выхода на транспортную инфраструктуру города, необходимо обеспечить временные связи по существующему проезду в районе домов 58, 58, 1, 58, 2. В администрации Калининского района тоже не имеют ничего против новой дороги. Однако выставили подрядчику ряд условий, которые он обещал выполнить. Во-первых, в строительстве этой дороги будут поддерживать все строительные нормы и правила. И второе, на этой временной дороге будет ограничение препятствий грузовых машин только для перехода и переезда легковых автомобилей и для пешеходов. Тем более, они строители, за свой счет обустроят капитально вот эту дорогу, сдадут его на баланс и будет обслуживание для народа, для населения это будет намного лучше. У каждой страны своя точка зрения. В любом случае придется подождать заключение прокуратуры, а затем вновь вернуться к рассмотрению вопроса. Татьяна Филатова, Олег Якимов, Игорь Зверев, Республика. Основные усилия депутаты и городские власти Шумерли направляют на пополнение доходной части бюджета и снижение задолженности по арендным платежам за муниципальное имущество. По итогам прошлого года здесь зафиксирован самый высокий в республике рост оборота организации объемов отгруженной продукции промышленного производства. Эти и другие вопросы обсудили в ходе рабочей встречи главы Чувашии в Шумерлю, передают наши коллеги шумерлинского телевидения. Михаил Игнатьев побывал в Центре социального обслуживания населения, встретился с руководителями города. Большое внимание уделялось работе по уменьшению потерь в тепловых сетях. Основными задачами на 2017 год являются завершение четвертого этапа переселения из ветхого и аварийного жилья, реализация федеральных и региональных программ, поддержка молодых семей и многодетных семей. Вопросы противодействия преступности обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. В республике улучшается криминогенная ситуация. Статистика показывает, что количество преступлений в Чувашии снизилось на 11%. Какие меры предпринимаются для этого, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Незаконная реализация алкоголя будет поставлен за слон. Так называемые разливайки, принося доходы своим владельцам, наносят обществу непоправимый вред. Это кадры одного из ночных рейдов. За незаконную продажу спиртного предприниматели оштрафовали на крупную сумму. Глава республики отметил, что нарушителей необходимо наказывать не только рублем, но и лишать лицензий. Администрировать надо, порядка призывать надо, соответственно. И все точки зрения по городским территориям, где какие решения надо дополнительные принимать, их надо принимать. Порядка 12 лицензий мы лишили, мы им отказали на моменте подачи к нам заявлений. В рамках Росалкоголя регулирования мы лишили 7 лицензий. С муниципалитетами сейчас выставили работу из города Чулахсар, но Чулахсар, ряд заведений также были закрыты по результатам местных постановлений. Чтобы сделать улицы города более безопасными, необходимо развивать систему видеофиксаций. Большой брат доказал свою эффективность. Там, где установлены камеры, количество преступлений сошло на нет. Раскрывание по республике составило 64,2%. Данные показатели выше в среднем по России и Приволжского федерального округа. Достигнуто лучшее первое место в Приволжском федеральном округе раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. На территории республики меньше совершено убийств, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, краж, грабежей, разбойных нападений, поджогов. Недавно проведенные исследования показывают, насколько эффективно работает полиция республики. По итогам прошлого года региональное МВД заняло 12 место по стране. У людей появляется, прежде всего, уверенно завтрашний мир. Они рассчитывают на нас, что мы будем обеспечивать надлежащим образом охрану общественного порядка. И та стабильная ситуация позволит, прежде всего, открывать новые производства, создавать новые обычные места. Это очень важно. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Игорь Зверев. Республика. Мошенничество, как и прогресс, на месте не стоит. Злоумышленники изобретают все новые способы отъема денег у доверчивых граждан. Количество бесконтактных краж использованием телефона и интернета за прошедший год выросло в три раза. Такую статистику привели в МВД Почвашия. Привет, можешь выручить? Занять сегодня немного денег до пятницы. Не поможешь? На модеме деньги кончились, а он мне срочно нужен. Может, закинешь? Завтра верну. Подобные сообщения в социальных сетях получал практически каждый из нас. К счастью, на них реагирует все меньше пользователей. Однако сообщения в интернете не единственный способ в арсенале злоумышленников. Пришлось, что мы выиграли Лексус. Выиграли Лексус. Вы там счастливый обладатель. Так вот, брат даже кредит взял для того, чтобы оплатить налог. Брат взял кредит в 100 тысяч рублей, и они оплатили этот налог. Но потом телефон почему-то перестал работать. Подобных случаев на памяти начальника управления уголовного розыска Павла Чесанова десятки. Мошенникам фантазии не занимать. Ваша карта заблокирована. А сообщения с таким содержанием не редкость. Кроме этого, может произойти бесконтрольное списание денежных средств. Часто у нас, значит, жители, и хочется до этого довести до них, что устанавливают мобильные банки на свои телефоны. При этом не озабочиваясь тем, что помимо мобильного банка еще надо установить и антивирусную программу, которая будет охранять и ваше избережение, и ваш телефон от различных вредоносных программ, вирусов, которые распространяются с помощью СМС-сообщений, с помощью ММС. Злоумышленники взяли на вооружение и эту крылатую фразу из известного кинофильма и применяют ее в интернет-магазинах. Найти доверчивых покупателей можно по всей стране. Предприимчивый житель Новочбоксарска не упустил эту возможность, раскручивая их якобы на предоплату. Доказана вина по шести фактам в отношении четырех субъектов Российской Федерации. То есть, находясь на Новочбоксарске, совершала мошеннические действия. Всего же за прошедший год жители республики потеряли около 60 миллионов рублей. Сотрудники правопорядка обратили внимание и на объявления так называемых ясновидящих и экстрасенсов. Одно из последних дел – задержание гадалки, которая за два месяца присвоила более трех миллионов рублей. Поймать ее удалось в Краснодарском крае. Пока мы знаем о пяти гражданах, которых она вылечила. Способов украсть ваши кровно заработанные становится все больше. И усилий только сотрудников МВД здесь недостаточно. Главное – быть осторожным и не соглашаться на сомнительные предложения. Обо всех подобных случаях сообщать в полицию. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Научно-исследовательский финансовый институт подвел итоги рейтинга субъектов России по уровню открытости бюджетных данных за 2016 год. Поднявшись с 42-го на 16-е место рейтинга, Чувашия переместилась из группы регионов со средним уровнем открытости бюджетных данных в группу регионов с высоким уровнем открытости. При этом Чувашская республика занимает первые места по направлениям финансовый контроль и публичные сведения о деятельности государственных учреждений. Среди регионов Приволжского федерального округа Чувашию по уровню открытости бюджетных данных на третьем месте. Сегодня глава администрации Чебоксар Алексей Ладоков подписал постановление об изменении стоимости проезда в общественном транспорте. О том, что с 20 февраля проезд в столичном общественном транспорте подорожает, стало известно давно. Уже со следующего понедельника проезд за наличные подорожает на 2 рубля, а оплата безналом станет дешевле на рубль. Таким образом, разница в зависимости от способа оплаты составит 4 рубля. Стоимость проездных документов останется. Кстати, об изменениях цен за проезд по маршруту Чебоксара на Чебоксарск не сообщается. Водительские права и паспорта теперь тоже возможно получить в МФЦ. Многофункциональные центры Чебоксара уже начали выдавать готовые документы первым заявителям. Те, кто решился обратиться за правами и паспортом в МФЦ, отмечают, что процедура оформления документов упрощена. В электронном виде здесь принимают не только заявления, но и подписи. Вся процедура длится не больше пяти минут. Девушка приняла у меня заявление на оформление водительских прав. Также приняла остальные документы, которые нужны. Также я подписалась на электронном носителе. Всегда обращаюсь именно в этот МФЦ. Также скажу, что специалисты здесь все очень хорошо работают, все делают очень быстро и помогают по всем вопросам. В электронном виде сканируется, сканированным образом и отправляется в ГИПКВД. Через неделю, через семь дней он приходит и получает уже готовое водительское удостоверение. Правда, пока паспорта и водительские права возможно оформить только в двух МФЦ. По правилам, в многофункциональных центрах должны быть обустроены отдельные комнаты для хранения документов. Здесь должны быть установлены специальные сейфы и вестись круглосуточная охрана. Этим требованиям в ближайшее время будут соответствовать и другие центры госуслуг. Новую услугу МФЦ себя успела зарекомендовать. Понятно, что органы МВД, дабы не было очередей, они проводили предварительную запись. То есть не все желающие могли в удобный для них день попасть на получение водительского удостоверения. У нас же такого ограничения нет. Все желающие могут одномоментно прийти. Сегодня, если говорить по статистике, подано порядка 100 заявлений на получение новых водительских удостоверений. И 33 водительских удостоверения это на вчерашнее утро уже, скажем так, выданы на руки. Конкурсная комиссия Мининформполитики Чуваши определилась с кандидатурой директора главного редактора издательского дома «Хыбар». Руководитель крупнейшей республиканской газеты на чувашском языке теперь будет Татьяна Вашуркина. До этого она возглавляла редакцию газеты «Таваньень» Чебоксарского района. В Нижнем Новгороде собрались блогеры и журналисты шести регионов по Волжье, Татарстану, Чувашии, Мариэл, Мордовии, Владимира и Кирова. Они стали участниками пресс-блог-тура Сбербанка. Инициатором проведения квеста по Нижнему Новгороду для представителей регионов стал председатель Волговятского банка Сбербанка России Петр Калтыпин. Напомню, недавно он сменил Сергея Мальцева. На этом посту в квесте участвовали и наши коллеги. Основной инструмент блогера – интернет. Даже когда участники квеста готовились стартовать, не отрывались от телефонов. Всех участников пресс-блогера от Сбербанка собрали здесь, около здания Госбанка. И именно здесь начался квест. Это здание было построено в начале 20 века и было приурочено к 300-летию династии Романовых. И здесь участникам пресс-блогера предлагалось ответить на три вопроса. Например, кто архитектор этого замечательного здания и сколько гербов мы здесь видим. Ну а что будет дальше – посмотрим. Он был приурочен к 300-летию династии Романовых и в 1913 году был открыт. На открытии присутствовал самый император Николай II. Само здание из белого камня только немножко посидело, так сказать. И, в принципе, выглядит здание как огромный замок. Каждый раз, бывая в Нижнем Новгороде, мы не догадываемся о том, что происходило в каком-либо здании. Оказывается, в дворянском собрании был банк, чтобы поддерживать разорившихся дворян. Даже Максим Горький когда-то жертвовал средства. А напротив – здание суда, в котором судили революционера Петра Заломного. Одно из самых красивых мест Нижнего Новгорода – Стрелка, где АКА впадает в Волгу. Здесь организована смотровая площадка. Отсюда можно любоваться видами как города, так и за Волжье. Здесь установлены памятники Максиму Горькому и великому фантасту Жюля Верну. Еще одно задание – сделать селфи. Я участвую первый раз и с удивлением узнала, что оказывается Сбербанк проводит такие акции. Мне бы хотелось участвовать в них снова и снова, потому что никакая пресс-конференция в стенах даже самого прекрасного отеля или конференц-зала не заменит реальной картинки, реального впечатления, рассказы экскурсовода. Продвижение брендов, мне кажется, именно так и должно проходить. Официальная информация прозвучала на встрече с председателем банка Петром Калтыпиным. Он привел основные показатели, которых добился территориальный банк и напомнил – клиент, главный человек, об его удовлетворенности должны заботиться все сотрудники банка. Кроме того, Петр Калтыпин отметил, что для потребителей доступны все привычные услуги. Финоорганизация будет улучшать их качество. Вот такие встречи, они очень плодотворно влияют на всех, мне кажется, потому что сюда приезжают люди из разных городов, которых ты видишь в соцсетях, видишь блогеров, видишь, что они делают. А здесь есть возможность сильно пообщаться с друг с другом, обменяться какими-то мнениями. И вот такие встречи, я считаю, что очень полезные. Не важно, кто их проводит. Первая встреча блогеров и журналистов на площадке Волговятского отделения Сбербанка была признана успешной. Через год решили встретиться в другом регионе. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашском художественном музее открылась шестая по счету выставка «Хобби-2017». Каждый год она собирает талантливых художников с разных уголков Чувашии, Республик Мордовии, Мариэл. В этом году на выставке представлено более полутысячи уникальных изделий. Возможности человеческой фантазии поражают. Глядя на все многообразие выставленных работ, сложно поверить, что большинство из них сделаны самоучками. Показать свое мастерство они смогли благодаря сотруднице музея Людмиле Кадикиной. Мне хотелось показать коллекционеров. Коллекционеров и, конечно, людей больше из народа. Народное искусство, пейчворк из деревень привозили, куклы деревенские, коллекции костюмов, коллекции украшений. Эта выставка помогает нам найти очень много интересных людей, которые становятся нашими большими друзьями. Людмила – мастер из Мордовии. Чебоксары считает своим вторым домом. Приезжает сюда к родным, а заодно и выставляет свои работы. Пять лет назад она впервые побывала на выставке ремесленников и не смогла остаться равнодушной. Я прошла по этим экспозициям, посмотрела все эти работы, восхитилась и обратила внимание на то, что не хватает той техники, которой занимаюсь я. Занимаюсь я геляшированием, выжиганием по тканям. Эта техника французская, выжигание. Научилась я ей этой технике в 2009 году. Она меня увлекла своими салфетками. А вот Светлана Бойко – мастер и коллекционер в одном лице. Это передалось ей от известного отца – педагога, члена Союза журналистов СССР Сергея Ухьянкина. Вместе они собрали коллекцию значков молодежных организаций всего мира. Ее она представила на выставке «Хобби-2017». Не забыла и про свои работы. В этом году я представила коллекцию мягких игрушек. Так как у моего сына день рождения 14 февраля, то каждый год я стараюсь ему что-то преподнести интересное. В том числе и на эту выставку я представила штук 15 вот таких мишек с сердечками. Со всей любовью ко всем, как говорится, ко всему миру. Участники выставки регулярно проводят мастер-классы для слабовидящих и слепых детей. Безвозмездно дарят свои работы окружающим. Потому что красота, тепло и радость должны быть доступны всем. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Опять метель. Чувашию накроют снегопадами и метелями. В ближайшие два дня погоду на европейской территории России будет определять северный циклон. Центр которого пройдет через Карелию. Нижегородская область спустится к низовьям Волги. Во все регионы, которые окажутся на его пути, он принесет снегопады с метелями. Чувашии наиболее сильные осадки ожидаются в западных районах Ядринском, Красночитайском, Шумерлинском и Порецком. 60% февральской нормы от 9 до 12 миллиметров влаги может выпасть в Чебоксарах за двое суток. Скорость ветра местами будет достигать 14-19 метров в секунду. А температура воздуха составит от 5 до 10 градусов мороза. 16-17 февраля под влиянием антициклона погода улучшится. Выглянет солнце, утихнет ветер и ненадолго подморозит. В ночь на пятницу ожидается 14-19 градусов ниже 0. Но уже в выходные дни атмосферные фронты североатлантического циклона снова принесут резкое повышение температуры воздуха до 0 градусов и мокрый снег. В эти дни на территории Чувашии дорожные службы работают в усиленном режиме. По сообщению Чувашу Пордор, сегодня на зимнем содержании автомобильных дорог Чувашской республики занято 359 единиц техники. Заносы, накат, гололедица – все это можно увидеть на дороге. Поэтому напоминаем, ухудшение погодных условий требует от водителей повышенной бдительности, поэтому соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин